Привет! Простая, но такая чудесная игромания снова на связи. И рада проводить с тобой твои праздники. Во всем мире нет никаких майских, поэтому игровых новостей навалом. Сейчас все расскажем. Поехали! Недавно актер, озвучивший одного из персонажей в Stalker 2, раскрыл страшную тайну. Мол, игра может выйти уже этой зимой. И вот тебе сюрприз. На днях случилась утечка документов в Microsoft. И они подтверждают, что релиз Stalker 2 планировали на конец этого года. Первые три месяца игра будет консольным эксклюзивом Xbox. Стало быть, у разработчиков довольно скоро появится возможность выпустить игру и на PS5. Пусть они и опровергают подобные планы. Впрочем, те самые документы татированы прошлым августом. И с тех пор многое могло измениться. Также разработчики Stalker 2 заявили, что игра будет ну очень большая. Даже если идти просто по сюжету. Если же начать изучать локации и выполнять побочные квесты, то счет, проведенных в зоне часов, пойдет на сотни. Остается лишь верить, что все это время не будет наполнено пустым гриндом и подарит немало впечатляющих моментов. Ну а у фанатов Rockstar очередное обострение. Студия нанимает тестеров. И особо оптимистичные игроки решили, что это связано с GTA 6. Мол, игра уже готова и выйдет чуть ли не в этом году. Но даже если забыть, что компания ищет тестеров для обновлений своих игр или GTA 5 для консолей нового поколения, есть инсайдер, который разбивает мечты, ждущих шестую часть. По его сведениям, Rockstar планирует выпустить GTA 6 лишь в конце 2023 года. Если он прав, то ждать игру придется минимум два с половиной года. Да и то, если не произойдет никаких накладок. Для тех, кто ждет Alden Ring, новости тоже невеселые. Недавно писали, что магазины стали получать рекламные материалы, а значит появилась надежда на скорый релиз. Но! Теперь компания, владеющая студией FromSoftware, заявила, что ждет в этом году падение выручки из-за переноса игр. При том, что Alden Ring их крупнейший проект. И если бы он вышел в ближайший год, доходы должны были сильно вырасти. Поэтому многие сразу отметили, что ждать игру раньше следующего апреля не стоит. Однако аналитик Дэниэль Ахмат считает, что паниковать рано. Гадать по финансовым документам сложно, никогда не знаешь, что они в этих прогнозах учитывают. Суд между Apple и Epic Games просто находка для журналистов. Постоянно всплывают какие-то интересные факты. Так, среди эксклюзивов Epic Games Store есть Dead Island 2. И, видимо, следующая Saints Row. Спрашивается, зачем разработчики отдают Эпикам эксклюзивные права? Ответ – ради денег. Например, издательство 2K получило за Borderlands 3 невероятные 115 миллионов долларов. Еще 31 миллион заплатили за бесплатные раздачи Цивилизации 6 и сборника Borderlands. Часть денег Кэпики вернули, но суммы все равно просто огромные. Хотя переживать за них не стоит. Одна только Fortnite за первые два года заработала 9 миллиардов долларов. В истории уже были попытки создать виртуальные миры. Проект Энтропия, Second Life, PlayStation Home. Но глава Activision Blizzard Бобби Котик считает, что уже в ближайшее десятилетие появится нечто гораздо более грандиозное. Очень близкое к тому, что мы видели или читали первому игроку приготовиться. Огромная виртуальная метавселенная, в которой можно будет буквально жить. Глава Эпик Геймс Тим Суини тоже мечтает о чем-то подобном. Но вот некоторые игроки относятся к идее без всякого энтузиазма. Они считают, что в кино это выглядит прикольно. А в реальности будет похоже на Майнкрафт или Роблокс. И кому это нужно? Спрашивают они. Вот тебе это нужно? Если да, напиши в комментариях. Ну а теперь пройдемся по новостям поменьше. Разработчики шутера SkaWangers отказались от раздачи ключей и сделали бета-тест открытым для всех. Студия предупреждает, вайпы будут. Но к релизу всех ждут интересные бонусы. Если ты смотрел ролики League of Legends и думал, вот бы сделали такое кино или хотя бы мультик, так вот его уже делают. Netflix показал тизер Arkane. Это выходящий осенью мультсериал по вселенной игры. Стало известно, почему Дискорд отказался продаваться Microsoft. Оказалось, Sony вложила в него деньги и пообещала, что в следующем году добавит поддержку сервиса в своей консоли. Вот жучка. Грустная новость для фанатов Metal Gear и Silent Hill. Издательство Konami не приедет на Е3, мол, не успевает подготовить свои главные проекты. А еще недавняя активность вокруг Metal Gear Solid 2 не была намеком на ремейк, а всего лишь фанатским празднованием 20-летия игры. Новинки сервиса Game Pass. В ближайшие дни там появятся Outlast 2, Just Cause 4, Psychonaut, Red Dead Online, шутер Remnant и парочка проектов поменьше. Дисней выпустила ролик, посвященный фильмам киновселенной Марвел. Бери блокнот и записывай. Напомним, до конца этого года выйдут Июльская Черная Вдова, Шан-Чи и Вечные с Анжелиной Джоли. А 16 декабря очередной Человек-паук. Следующей весной ожидаются новые части Тора и Доктора Стрэнджа. Летом сиквел Черной Пантеры. А в ноябре продолжение Капитана Марвел. В 2023 году появится новый Человек-муравей и Стражи Галактики. А еще нас ждет очередная перезагрузка фантастической четверки, но даты выхода у нее пока нет. Во что еще можно поиграть на этой неделе? Как раз случилось масштабное обновление онлайновой игры Perfect World. Да, тот самый Perfect World, только на мобильных телефонах. Та же атмосфера, музыка, сражения в воздухе, как в боевиках про кунг-фу. В общем, ветераны пускают слезу ностальгии, а у новичков есть шанс приобщиться к обновленной классике. Тем более, что проект официально запустили в России, добавив полную локализацию с русской озвучкой. И да, озвучка, атмосфера и прочее, это, конечно, хорошо. Но возникает вопрос, а что там с глубиной? Отвечаю, с ней полный порядок. Нырнешь так, что не вынырнешь. Тут и огромный мир, и традиционные битвы гильдий за территорией, ПВП-арены и суровые данжи. А помнишь, как в старой Perfect World фанаты устраивали свадьбы? Тут они тоже есть. Так же, как и возможность устраивать дуэли, танцы и другую движуху со своими друзьями. Так что, если есть время, заглядывай на огонек. Ну и чудесный, прекрасный, фантастический вторник. Сегодня я предлагаю снова окунуться в другую вселенную и посмотреть, как там живется людям. И поможет нам в этом книга Кристофера Приста «Опрокинутый мир». Мы окажемся в городе, который не стоит на месте. Причем в самом буквальном смысле этого выражения. Он движется по рельсам. Там свои убеждения, свои порядки, своя система. И очень круто, что во время прочтения, да и просто когда откладываешь книгу, где-то на подсознаночке у тебя постоянно варится. А как же все-таки живет этот город? Как он устроен? До чего-то ты догадываешься, что-то тебе открывает книга. И ты такой, что? Вот так? А, ну да, я так и знал. Главный герой этой книги – разведчик будущего. И, насколько мы знаем, профессия – это неблагодарная. Чем дальше он заглядывает в будущее, изучает его, тем сложнее ему мириться со своим настоящим, со своей реальностью. Оказывается, он и понятия не имеет, где живет, и почему здесь все так странно устроено. Просто сто тысяч вопросов, почему летает в воздухе. Короче, приготовься к необычному. И да, это книга, которая буквально выпивается залпом за один вечер. Кристофер Прист. Офрокинутый мир. Читай. Ну и увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова